Всем доброго времени суток! С вами Светлана. Я сегодня буду готовить батон, запеченный в духовке с сыром, зеленью и чесночком. Это очень-очень вкусно, просто. И для этого мне понадобится батон. Батон можно взять как уже готовый нарезной, так и ненарезной. Если вы берете батон ненарезной, то при нарезании до конца не дорезайте, чтобы нижняя часть батона была целая, а верх только нарезан. Такая вот как гармошечка. Также мне понадобится сыр, натертый на крупной терке, укропчик у меня замороженный, вы, конечно, можете использовать и свежий. Чесночок. Количество чеснока регулируйте под себя. Кому-то надо поострее, добавляйте больше чеснока. Кто-то любит менее острое, тогда меньше чеснока. И растопленное сливочное масло. У меня растопленное сливочное масло. Вы можете использовать сливочное масло комнатной температуры, ну прям такой мягкой-мягкой-мягкой. И также я добавлю еще одну столовую ложку майонеза. Майонез это не обязательный ингредиент, но с майонезом получается, на мой взгляд, более вкуснее. Добавляю чесночок. И добавляю растопленное сливочное масло. И все ингредиенты перемешиваем между собой. Запекать батон мы будем при помощи фольги. Поэтому берем фольгу и размещаем батон на фольге. Так как у меня уже батон нарезанный, я буду смазывать сыром, вот этой сырной заправкой. Вот прям вот таким вот образом. Если вы берете целый батон и надрезаете его, при этом не дорезаете до конца, то просто приоткрыв его немножечко, вставляете вот эту сырную массу, распределяя более-менее равномерно по всем кусочкам батона. Вот так вот. Теперь скрепляем. Вот так вот. Отправляем в заранее разогретую духовку. Выпекаться будет при температуре 180 градусов ровно 20 минут. 20 минут прошло. Теперь убираем в фольгу аккуратно, потому что всё очень горячее. Приоткрываем вот так вот. И отправляем обратно в духовочку, чтобы сыр наш зарумянился. На это уйдет примерно 5-7 минут. Прошло 5 минут. Вот такой вот батон получается. Это очень-очень вкусно. Такой батон можно взять с собой на пикник. Можно его употреблять как в тёплом виде, так и в холодном. Такие бутербродики. Готовьте, экспериментируйте. Надеюсь, рецепт был интересен и полезен. Если да, то ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. И до скорой встречи. Пока-пока. Продолжение следует...